Всем привет, по традиции посмотрим на топ 10 лучших самоделок для рыбалки 2021 года Целый год мы тестировали эти самоделки и подобрали 10 лучших по полезности и уловистости Также расскажу о возможных доработках Десятое место занимают блесна, которые еще проще сделать, чем из ложки А ловят они ничем не хуже, причем не мелких щупаков, а трофейных хороших щук Вот видно думаю, блесна из шампура Берем шампур для шашлыка, отмеряем 14 и 70 миллиметров Зажимаем тиски и отрезаем Часть что подлиннее сгибаем На сгибе сверлим отверстие Делаем вот такую скубу И заводим в отверстие с внутренней стороны блесны Второй блесне делаем скос под углом Сверлим отверстие И один конец сгибаем Более точный процесс изготовления всех самоделок в деталях вы найдете по ссылкам в описании В итоге мы получаем блесна с хорошей игрой За простоту изготовления и уловистость приманок они занимают десятое место На девятом месте флет невидимка на карпа Кормушка выполнена под камень для ловли трофейных и осторожных карпов Которых может насторожить любая мелочь в оснастке В алюминиевой пластинке вырезаем овал под форму флет кормушки И заливаем свинец Вдоль по центру делаем небольшой пропил круглым напильником На него садим трубочку на эпоксидку Из пружинно-нержавеющей проволоки делаем каркас Темним его в льняном масле слегка обжигая горелкой Крепим заклепками к грузу Обмазываем быстрой эпоксидной смолой И посыпаем высушенной мелкой ракушкой с песком Набратых с водоема, где планируем ловить карпу Сверху наносим прозрачный слой эпоксидной смолы Чтоб скрыть острые края ракушки и тем самым сильно укрепить наш флет Из липового бруса делаем форму для нашей кормушки И покрываем эпоксидной смолой И покрываем эпоксидной смолой Кстати, кто просматривает хорошее карповое удилище Рекомендую удилище от фирмы Obey Покупаю в Olexpress, лично показали свою выносливость в прошлом сезону И испытание на многочисленные перегрузы Ссылку на него оставлю в описании Восьмое место занимает блесна из термостата Разгибаем жигулевский термостат Ровняем Делаем шаблон из блесны, которую хотим скопировать Обводим на латуни Вырезаем и подправляем С помощью колпачковой гайки и сверла придаем изгибе в нужных местах Красим автокраской флюоренсцентной Красим автокраской флюоренсцентной Желтый и зеленый цвет этой расцветки получился один из самых уловистых в этом сезоне По количеству поклевок Седьмое место занимают сразу две самоделки Донная коса и кошка Функция у них одна, расчистка, место для рыбалки От донной растительности Здесь я делал косу из металла 2 мм А нужно использовать металл 3 или 4 мм Чтоб коса быстрее тунула и не планировала В идеале без делать из нержавейки Но и простой металл также сойдет С заклепками соединяем пластины И это правильно, лучше чем закручивать на болты Делаем зубки И здесь в нижней планке Зубья нужно делать как расческу Без заточки Если хотите чтоб я в этом сезоне Сделал вторую правильную версию этой косы Напишите об этом в комментариях Такая коса отлично чистит место для поплавочной ловли А также благодаря зубьям Можно резкими рывками делать окна в комише Окошко делаем из алюминиевой трубки от раскладушки И пяти электродов для сварки из нержавейки Заливаем их в трубки свинцом Из той же трубки делаем чехол Оформляем Такая окошко приходится для более точной зачистки места для рыбалки Когда мы хотим сделать маленькое окошко Так же ее можно привязать к толстому шнуру и мощному удилищу И расчистить место для донки Так же с помощью ее можно доставать сети браконьеру Электроды сгибаем и формируем крюки Делаем наши дела Выгибаем электроды назад Самоделка прослужит долгие года, используй На шестом месте сигнализатор поклевки антиветер 3 версии Делается он очень просто В стойке делаем отверстие и заводим велосипедную спицу Сгибаем прутья в разные стороны На тот что подлиннее одеваем флюоресцентную трубочку От конфет к кейт попсу Это такие большие чупа чупсы Делаем загиб И следом одеваем коробочку от киндер сюрприза Фиксируем термоклеем И делаем такой же зигзаг на конце Он будет крепиться на леске от удилища На противоположном конце крепим груз Каплю 16-20 грамм Он служит противовесом Благодаря чему чувствительность сигнализатора повышается в разы При рыбалках на сильном течении груз этот можно поставить в коробочку от киндер сюрприза И отрегулировать как надо До работа сверху коробочки можно наклеить кусочек мягкой ткани Или корка Чтоб сигнализатор не бился о будилище При сильных поклевках крупной рыбы На 5 месте техпроцесс по домашнему Изготовление штампа для колеблющейся блесны На рельсе размечаем шаблон блесны которую хотим скопировать В этом видео блесна Atom из моей разработки Который не плохо показал себе по щуке Ровняем боковые грани на зачистном круге Наносим копоть на пуансон До этого способа додумался чисто случайно Когда чистил котел от сажи Потом посмотрев в зеркало увидев на выпуклостях сажу И родилась эта идея Прикладываем блесну и вводим ее слегка туда-сюда На заготовке остаются места где блесна соприкасалась Их и снимаем напильником Когда на пуансоне видны мелкие точки по всей площади Тогда наш пуансон идеально повторяет все контуры блесны Шлифуем, полируем Шлифуем, полируем Вороним в льняном масле Далее вырезаем заготовки по шаблону И с помощью пуансона делаем блесен сколько нам надо Оформляем Оформляем В планах на будущие года сделать матрицу и ручной вырубной штамп для блесен На четвертом месте сверху ловистая цикада Которая ловит все за одну рыбалку было разловлено пятью видами разной рыбы Рисуем шаблон по форме ивового листка Переносим на оцинковку и вырезаем Из ручки от кисточки зажав дрель формируем тельце Вырезаем вдоль пополам Всадим на эпоксидку Делаем форму в гипсе Заливаем свинец Сверлим отверстие Серебрим лепесток Стал замечать что посеребренные приманки иногда лучше ловит чем любые крашеные В комментариях мне также писали об уникальных свойствах преломления света серебром Которую мы не видим а вот хищник еще как Также преломление света у нас же дифракция идет из натуральных перьев птиц Так что возьмем это на заметку при создании приманок на будущее Третье место занимает способ дальнего заброса нежной наживки на сонах Выползка или куриной печени Вяжем снасть носома с петлей из лески в конце Детальнее можете посмотреть в полной версии В петлю заводим кусочек печени Заводим бушку тройника накинул петлю Печень одеваем на тройник На второй крючок что выше можно насадить выплска Или одно из любимых лакомств носома медведку Теперь к самому важному Обсыпаем наши наживки в жареной макухе Если нет то можно перемолот свежие жареные семечки на кофемолке Сом этот запах обожает Те кто ловил карпа на макушатнике знают что иногда у них клюют сумы Которые рвут лески и ломают удочки Чтоб забросить нашу снасть с берега и она не разлетелась Мы на жевку кладем карповый ПВА мешок Субтитры создавал DimaTorzok При забросе в воду наживка в целости и сохранности доставляется в точку лова ПВА мешок в течении 30 секунд растворяется в воде На этих кадрах видно почему нельзя на выпусках ловить днем Окуня с ним быстро расправляются Лучшее время для рыбалки на с ума за час до заката и час после Если поклевки идут значит можно и оставаться подольше Второе место занимает зимняя удочка мотыльница из ЭВА Удочка оснащена катушкой и отделением для хранения мотыля Также в катушке предусмотрен фрикцион Которым мы можем регулировать сход лески при поклевке крупной рыбы Сделать такую удочку можно из старых тапок По шаблону вырезаем нужные части Склеим эпоксидкой Загладим углы Из пластика делаем катушку Удочку делал для быстрой поисковой ловки Полный процесс ее изготовления в деталях найдете по ссылке в описании Первое место по праву занимает силиконовая приманка жмурлык Результаты испытаний превзошли все ожидания по уловистости Обработаем ручку от кисточки в дрели придавая нужную форму Разрезаем пополам Наносим эпоксидку и клеим на миллиметровый пластик Форму хвоста я взял из уловистой цикады Той же ивовый лист Делаем форму из гипса Разогреваем силикон Добавляем краски и блестки Прилетев в гипсовую форму Иногда может образоваться облой на приманке Но это легко устраняется зажигалкой Выехал на первые испытания приманки и они очень порадовали Клевали окуня и судачки Которые у нас признают только кайтеч в основном Я попросил ребят из фирмы Силикс Где я постоянно покупаю силикон для литья Сделать мне в камне эту приманку Они не отказали и сделали на 3 места Качество отливок без всякого блоя С глянцем как на приманках в магазине Плюс все ребрышки разделены Как и планировалось изначально Как раз протестировал новые цвета Неоновые А также классика машинное масло Местному судаку прям очень понравились новые цвета Так что в этом году сделаем эту приманку в большем размере И испытаем на крепких судаках Да кстати форму этой приманки вы можете заказать у фирмы Силикс Они доставляют свою продукцию по всему миру А пачку силикона с этой приманкой я буду ставить в качестве бонуса к основному призу При будущих розыгрышах на канале Первый будет при 100 тысяч подписчиков Но если это видео наберет 3000 лайков То разыграем приз сейчас Несколько уловистых приманок и пачка силикона бонусом Условия простые Написать комментарии от 5 слов И быть подписанным на канал Приезд будет доставлен в любую страну А если эта подборка самоделок вам понравилась и была полезным Поддержите лайком Всем добра, до скорых встреч в новых видео